МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Мы сегодня нашу программу Урбан посвящаем приближающемуся урбанистическому форуму, первому урбанистическому форуму в Кирове. Напоминаю, он состоится 23 и 24 октября. Все это время на протяжении двух месяцев мы практически каждый день вас информируем о том, кто приедет на этот форум, с какими целями приедет, что горожане услышат там, какие вопросы и кому смогут задать. И сегодня раскроем тему эту еще глубже. В первом часе мы будем говорить с непосредственными инициаторами, организаторами и заинтересованными в продвижении важных и серьезных задач по преобразованию Кирова. Это Елена Ковалева, глава города Кирова. Елена Васильевна, добрый день. Добрый день. И Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Валентин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как мы сегодня работаем? Во-первых, «Урбан» — это программа, которая позволяет принять нам ваши звонки в прямой эфир по телефону 211-101. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы по поводу участия в «Урбанитическом форуме». Можно даже предложения какие-то высказывать по городу. Во втором части мы также будем принимать звонки и будем общаться с экспертами, которые приедут на этот форум. И даже мы смогли связаться с людьми из других регионов, которые увидели сообщение о том, что в Кирове пройдет урбанистический форум и едут к нам. Специалисты, архитекторы, активисты едут к нам просто сами, потому что по всей стране это активное движение идет, развивается. Мы уже говорили, что задает темп в этом Москва, уже восьмой урбанистический форум в этом году в Москве прошел, в Кирове, вот проходит первый. Мы его давно ждали. И мы сейчас расскажем, кому, зачем и почему нужен этот форум, с какими, собственно говоря, целями, что мы от этого получим. Правда, тут вот Елена Васильевна до эфира сразу сказала, нужно добавить еще и сколько это стоило, сказала Елена Васильевна. Можно было от вас этот вопрос, Елена Васильевна, ожидать. Да, давайте все-таки приступим. Елена Васильевна, вам первое слово. Для чего этот форум? Добрый день, Светлана. Добрый день, Владимир. Всем здравствуйте. Действительно, в городе впервые мы проводим такое масштабное мероприятие, посвященное дальнейшему развитию и будущему нашего города. И, наверное, самое важное для форума – это обсудить возможности и развития инфраструктуры и пространственных решений каких-то найти для того, чтобы видеть, как наш город будет в дальнейшем развиваться. В любом случае мы все хотим видеть город красивым, современным, безопасным, что немаловажно, комфортным для проживания. И для нас очень важно при подходе найти те решения, которые действительно позволят учесть и экологические, и экономические, и социальные, и культурные требования, и многие другие, которые на сегодняшний день есть. Ведь при всей своей сложности урбанистика, она решает самые простые задачи – это обеспечить повседневную жизнь наших жителей удобным вот таким местом проживания. Поэтому для нас, конечно, важно, во-первых, привлечь внимание всех гаражан. Наверное, вот еще раз тоже подчеркну, что возможность участия в работе форума есть у каждого абсолютно, кто неравнодушен, кто имеет идеи, предложения, он может принять участие в дискуссионных, панельных каких-то обсуждениях, принести свои проекты. И полагаю, что если есть желание, можно дополнительно включить в рамках этих обсуждений какую-то дополнительную тему. Поэтому, конечно, мне бы хотелось еще раз призвать всех горожан к тому, чтобы они самым активным образом поучаствовали в работе форума. Абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно, всего лишь достаточно зарегистрироваться на сайте организаторов. И вот, поехав сюда, я посмотрел, у нас уже 112 участников, желающих. Прошедших регистрацию? Да, прошли регистрацию на сайте и, соответственно, будут участвовать. Вы правильно отметили, мы пригласили к работе форума и другие регионы. Для нас очень важно изучить опыт, поделиться. При этом у нас даже заявлено выступающих наше муниципальное образование Кировской области, которые тоже имеют определенный опыт в развитии, так сказать, пространственных вот этих вот решений. Ну и еще бы, наверное, добавила, что вообще развитие городского пространства – это ведь не только импульс для развития строительства, это импульс и для сферы социальных услуг, это и импульс для развития малого и среднего бизнеса. Поэтому мы ждем на площадках форума и бизнес-сообщества, который придет со своими идеями и выскажет свою позицию по заявленным темам. Вообще, хотелось бы сказать, что все темы, которые заявлены для обсуждения и лекционные, и в рамках круглых столов, и панельных дискуссий, они все очень актуальны для развития города. Это и транспортная инфраструктура, и развитие общественных пространств, скверов, парков и многое-многое другое. Поэтому, конечно, хотелось бы в первую очередь увидеть интерес самих жителей города. Ну и, конечно, очень важно, наверное, нам всем выслушать мнения профессионалов. И очень приятно, что откликнулись ведущие архитекторы, эксперты в области урбанистики и приедут к нам на это мероприятие. Елена Васильевна, накануне я пообщался с некоторыми специалистами, которые приедут из других городов на этот урбанистический форум. Комментарии их прозвучат обязательно в записи во втором части после 12 часов. И вот один из них сказал такую простую и понятную вещь. Власть зачастую нас не спрашивает о том, где появится какой-то объект, где что-то новое будет построено. Это действительно вот этот урбанистический форум, тот, возможно, переломный момент, когда будет налажено вот это взаимодействие, общение между горожанами, гражданским обществом и властью города, и властью области, когда вот мы действительно совместно начнем решать эти вопросы. Можно его рассматривать в таком мураку? Владимир, вы абсолютно правы, потому что там, высказывая свою позицию где-то в социальных сетях, или в каких-то вот таких кулуарных, может быть, каких-то обсуждениях, мы все равно как бы не слышим, ну вот видения, да, предположим, многих людей. Нам бы хотелось привлечь как раз на работу форума, ну, большое количество горожан. Будь то представителей общественных объединений, либо просто активные неравнодушные жители. И, наверное, очень важно еще сказать, что для тех, кто не сможет лично участвовать в работе форума, у нас будет онлайн-трансляция. Поэтому я полагаю, что и после форума мы еще будем обсуждать и изучать мнения и идеи, которые поступят от всех. Все идеи, прозвучавшие, они получат свою долю внимания, да, и затем это выльется в дальнейшую работу, да, в какую-то проработку конкретную. Безусловно, задача форума эти идеи консолидировать, их обсудить, выработать какие-то проекты и решения, которые в дальнейшем мы будем использовать в работе. Да, мы сейчас прервемся на полминуты и предоставим слово организаторам, собственно говоря, урганистического форума Валентину Пугачу, ректору Вятского государственного университета. Потому что надо сразу сказать, что форум пройдет на двух площадках. Первая из них – это детский космический центр на Преображенской, 14, а вторая – это инженериум на Преображенской, 41. И ВУЗ является непосредственно не только организатором вот в данный момент, но и, собственно говоря, родоначальником, да, активным участником продвижения урганистических идей и в том числе форума. Прервемся. Давайте продолжать. Валентин Николаевич, расскажем, как организован форум, где что будет проходить. Ну, наверное, все-таки начать нужно будет тоже с вашей позиции, с позиции ВУЗа, с представителей науки. И почему этот форум важен для города? Спасибо, Светлана, за вопрос. Это абсолютно правильный вопрос. С него нужно начинать. Я когда шел сейчас сюда, к вам в студию, встречал прохожих, это горожан прогуливающихся, детей, пенсионеров, студенты попались навстречу. Я всматривался в их лица и пытался ответить себе на вопрос, что я им скажу непосредственно. И сегодня в студии, что такое форум, зачем он нужен. Ну, тем более с таким нерусским словом «урбан». И смотрите, я предлагаю посмотреть на то, что происходило в нашем городе последние 10-15 лет. Давайте представим, что все эти годы, наблюдая за ситуацией в городе, можно сказать, что все основные участники жили какой-то своей жизнью. Городская администрация пыталась решать какие-то городские проблемы, как она это понимала. Латались какие-то ямки на дорогах, иногда вовремя или нет, высаживались какие-то клумбочки, иногда красились какие-то заборы. И городская администрация считала, что она молодец. Денег мало, и на те деньги, которые у них есть, в их распоряжении, вот все, что смогли, то и сделали. Извините, что можем. Горожане каждую смену сезона, весной, зимой, осенью и летом, находили свой повод, за что поругать город, власть, губернатора, президента, Господа Бога. Они проклинали свою судьбу, что им зимой холодно, летом пыльно, что все не так, среда некомфортная. И это, наверное, наше проклятие, что ничего меняться не будет. Городские активисты жили своей жизнью, общались на своих тусовках, из которых иногда долетало в общественное пространство или маты, или какие-то очень сложные претензии по поводу того, что у нас все плохо, и нас никто не слышит, и нас никто не понимает, и вообще все нехорошо. И вот, как бы, ну, губернатор, областная власть прошлых лет, ну, они считали, что муниципалитет это другой уровень власти, им не подчиняется, им не подотчетен, и они за него не отвечают, поэтому у них там свои проблемы, ну, которые они должны решать. Все жили по-своему, ничего особо хорошего не происходило. На этом фоне, в мире и в стране стали происходить последние 10 лет там значительные изменения по пониманию, что такое город, зачем он нужен, не для производств, не для заводов и каких-то технологических процессов, а город нужен для того, чтобы в нем было настолько хорошо и комфорта жить, учиться, отдыхать, работать, заниматься спортом, встречаться, общаться и творить, что выросли целые научные школы, выросли традиции, подходы, было написано очень много литературы на эту тему. И, соответственно, во многих городах, крупных городах России, начиная с Питера и Москвы, а дальше там это Казань, Нижний Новгород, Пермь, есть массово успешных примеров, не всегда успешных, иногда, но там происходило изменение городского ландшафта и подходу к управлению этой городской средой. Был накоплен опыт, опыт как положительный, так и отрицательный, были набиты шишки, было сломано много копий, обсуждений и так далее. И сейчас, в настоящий момент, мы дошли до ситуации, до какой, ну, там, снизу в городе Кирово все участники этого процесса наконец-то осознали, что так дальше жить нельзя, и нужно сесть и договориться, и обсудить, что нам делать с нашим городом. К тому же, на уровне федеральном президент дал и правительство Российской Федерации четкий сигнал региональным и муниципальным властям по поводу того, что качество городской среды является важнейшим приоритетом, что на это будет обращаться очень большое внимание при оценке деятельности различных уровней власти, что на это есть деньги в виде федеральных различных программ, грантов, финансирований, инвестиционных средств частного бизнеса и так далее. Средства есть, задачи есть, понимание есть. Осталось приземлить эти все задачи, обобщить весь положительный опыт, постараться избежать ошибок и реализовать это в нашем городе. Наконец-то новая команда городской администрации, как депутаты городской думы, так и городская администрация, услышали и сами осознали, и пришли с намерениями сделать что-то позитивное. И к этому моменту все подоспело. И большое количество экспертов, федеральных, зарубежных и наших городских, которые выросли, есть сообщество, научное сообщество и большая активность со стороны преподавателей и студентов нашего университета, где накоплены знания, опыт и предложения, потому что менять. Со стороны городской общественности произошла такая структуризация. Появились лидеры, появились умные люди, которые не только готовы набрасывать в большую корзину проблемы, перечень в таком митинговом стиле. И это не так, и это неправильно, и это все плохо. А люди, которые готовы спокойно, вдумчиво, адекватно обсуждать, какие есть решения накопившихся проблем, какие для этого есть ресурсы, какие есть ограничения, какие есть подходы. И вот все сходится к тому, что наконец-то впервые в городе Кирова есть возможность всем заинтересованным сторонам всех этих историй собраться вместе и создать традицию. Я надеюсь, это будет традиция, это будут ежегодные встречи, подведение итогов и планирование на следующий год. Между этими форумами урбанистическими будет такая спокойная, планомерная, плановая работа, где все заинтересованные участники процесса, разойдясь по своим интересам, компетенциям и приоритетам, будут в спокойном режиме заниматься вопросами развития нашего любимого города. Мы его очень любим, мы за него очень болеем. Если говорить об университете еще, что все социологические опросы, анкетирование и общение со студентами, с абитуриентами говорят о том, что кроме специальностей актуальных, качества образования, трудоустройства, зарплаты, всего, что связано с построением карьеры, ключевым для принятия решений для молодежи и школьников и студентов нашего города, молодых специалистов, остаться здесь или уехать за светлым будущим куда-то далеко, является качество городской среды. Как бы ни говорили про ситуацию в городе и в области, все сводится к тому, а красиво или некрасиво, комфортно или некомфортно, тепло или нетепло, все вот эти проблемы. И, соответственно, я понимаю, что именно поэтому, и мы здесь не говорим о том, что областная власть впервые за долгие годы четко сформулировала приоритет, что город должен развиваться, и поддержка и понимание необходимости проведения такого урбанистического форума как символа новой политики в отношении развития нашего города, она также присутствует. Поэтому одним из инициаторов и соорганизатором этого нашего мероприятия нужно обязательно назвать областную администрацию. — Валентин Николаевич, а как ректор опорного университета, как вы думаете, что именно это мероприятие даст вузу нашему, именно в этот момент проведения урбанистического форума и в такой отложенной перспективе? — Да, я слышу ваш вопрос. — Немножко можно глоток воды сделать. — Ну, смотрите, что это даст университету, кроме того, что все студенты и преподаватели поймут, что есть возможность реализовать свои идеи, а идей много. Например, зимой 2018 года ученые и преподаватели, и студенты университета из разных факультетов и институтов, здесь были и архитекторы, и экономисты, и социологи, и демографы, и градостроители, культурологи, дизайнеры, а их у нас много всяких разных специальностей, объединившись в команду, изучив международный и российский опыт, разработали очень интересную комплексную методику оценки качества городской среды по очень большому количеству параметров, технических параметров, социологических параметров, субъективных ощущений горожан по тем или иным проблемам, по статистическим данным. И мы получили, знаете, очень большой набор KPI-ов или показателей, анализируя которые в комплексе, можно говорить о том, как меняется городская среда, притом, знаете, в таких числовых выражениях, в графиках и в конкретных показателях. Мы показали эту методику главе администрации города, депутатам, специалистам, и результаты этой методики. Руководство города, я так понимаю, что оценило труд ученых. Мы сейчас обсуждаем уже в рабочем порядке, какое соглашение или договор, или какие-то другие отношения нам заключить с руководством нашего города, чтобы эта методика наполнялась данными в какой-то периодической режиме. И, соответственно, у нас появился инструмент оценки. Это первое, что хочу сказать. Второе, для того, чтобы вовлечь студентов, прежде всего, первокурсников, вот мы начали в этом году, как только в 1 сентября первокурсники, а их там 2000 человек, пришли учиться к себе на занятия, мы сразу им предложили, ну, знаете, такой молодежно-интеллектуальный такой чемпионат, который мы назвали Вятгау-челлендж, и мы предложили этим тысячам студентам разбиться на небольшие команды, 8-10 человек, и обсуждать, порешать и погенерить идеи и способы, значит, проблемы и способы их решения по городской ситуации. Провели такой эксперимент. К нашему удивлению, это получилась очень интересная история. То есть, мало того, что студенты быстро перезнакомились самых разных специальностей, они, ну, немножко ошалели от того, что вместо того, что их не усадили на парты сразу и не стали накачивать обычными лекциями, как они это видели в кино и предполагали, с ними сразу стали общаться опытные модераторы или старшие студенты старших курсов, и, знаете, пошел процесс командообразования. И вот эти студенты, у них сразу стали спрашивать, вы хотите что-то изменить в нашем городе и в университетах сразу, мы сразу два таких направления дали, вы хотите, чтобы что-то менялось это положительно? А что вам не нравится? А как вы считаете, нужно было бы эти проблемы решить? А какие подходы при этом нужно использовать? И в результате вот эти десятки команд, у нас 250 команд получилось. — Ну, надо сказать, что итоги этого проекта будут подводиться как раз-таки на университетском форуме. — Да, и вот на этом форуме отдельно будет круглый стол, на котором мы расскажем, а что же там наши студенты натворили, напридумывали, нарешали, и они сами немножко расскажут, расскажут старшие товарищи, которые обобщают этот опыт. Это все говорит о том, что для молодежи, будучи настоящим нашего города, очень актуально. Они об этом думают, они это обсуждают, даже если мы их не будем об этом просить, потому что это их жизнь. Они каждый день ходят пешком по нашим тротуарам, ходят по дворам, ездят в общественном транспорте и сталкиваются со всем, что есть, и плохим, и хорошим. Надо сказать, что урбанистический форум и вся политика города, и действительно и администрации нашего региона сейчас направлены на то, чтобы максимальное количество горожан, жителей деревень, сел были вовлечены в развитие своих территорий. И очень хорошо, что ВУЗ сейчас активизировал студентов, и классно, что с первого курса, потому что нужно молодыми руками, молодыми мозгами строить и преобразовывать этот город. И мы знаем, когда есть соучастие, то человек хочет довести проект до конца, он хочет сам преобразовать, он контролирует процессы, которые идут, он предлагает, а не только критикует, как справедливо вы заметили. Но форум приглашает сюда также и представителей, абсолютно всех, но я знаю, что заинтересованность выразили также представители ТОСов, ТСЖ, Центров активности, потому что это те люди, которые на местах, в своих дворах решают актуальные проблемы своих домов. И, безусловно, форум приглашает архитекторов, приглашает специалистов в разных абсолютно отраслях, потому что что бы мы в этом городе ни делали, живя здесь, мы так или иначе влияем на его развитие или, наоборот, застой. Вот застой уже больше не хочется, хочется развития, хочется, сравнивая себя с другими городами, не пенять на то, что у нас всё хорошо, а у них там всё плохо, и посмотреть, какие мы отсталые, а хочется принять совместные решения, начертить программу действий, действительно, к чему мы идём. И знаете, что мне очень понравилось на предыдущей программе «Урбан», где были как раз губернатор Кировской области Игорь Васильев и сети-менеджер Илья Шульгин, они рассказывали о проектах, которые закладываются в программу к 650-летию города. Они говорили, давайте не останавливаться на решении сиюминутных задач, вот на латании дыр, как вы сказали, Валентин Николаевич. Позвольте себе помечтать, в конце концов. Вот когда говорят о проектах больших, и что мне очень сейчас понравилось, Елена Васильевна, всё меньше голосов, в том числе, и в этой студии, говорят, что вы тут нам сказки рассказываете, у нас же денег нет, сразу говорят, у нас рук нет, у нас мозгов нет, сразу самих себя мы задвигаем под плинтус. Так вот, если мы научимся мыслить масштабно, не в рамках одного года или пятилетки, а в рамках десяти, двадцати лет, точно так же, как мы, например, родители, мыслим в отношении своих детей. Вот если мы также будем относиться к городу в целом, тогда мы будем развиваться, на мой взгляд, большими темпами, высокими темпами, будем идти вот к этим мечтам, которые мы выстраивали. — Более системно подходить. — Более системно. И ещё надо сказать, что действительно, федеральный центр-то деньги даёт. Он даёт нам по программам различных федеральным и собирается дать ещё. А мы каждый год эти деньги, вот сами же, да, на всех совещаниях, на всех дискуссионных площадках, в эфирах, пока расходовать максимально эффективно не научились. Вот когда копеечку из бюджета домашнего тратишь на какую-то бестолковую покупку, долго потом расстраиваешься, что что-то не туда потратил. Чтобы не было таких расстройств, в том числе, чтобы компетенции росли, чтобы решения принимались вовремя, совместно, всех устраивали. Для этого дискуссионные площадки, лекции и мастер-классы на урбанистическом форуме и пройдут 23-24 числа в нашем городе, в детском космическом центре и в инженериуме на улице Преображенской. Преживемся на полторы минуты и продолжим с нашими гостями Валентином Пугачем и Еленой Ковалевой. У нас прямой эфир 211.1, телефон для приема звонков. Можете позвонить, задать свои вопросы нашим спикерам. И в нашей группе ВКонтакте сейчас идет прямая трансляция из нашей студии. Мы продолжаем. Технические накладки рекламы, видимо, будет больше, но чуть позже. И прямо не сейчас. Чем, Гриша, от Елены Васильевны? Больше успеем сказать. Я начала говорить, вы подняли тему о том, что горожане не верят в то, что мы сможем реализовать серьезные крупные проекты. Я хотела бы сказать, что... Откуда вы такое сделали, что горожане не верят? Нет, вот Светлана Владимировна сейчас об этом говорила. Я хочу сказать, что, к сожалению, этим грешат и журналисты. Вот не так давно мы проходили форум инициативных граждан, на котором присутствовали представители и других субъектов Российской Федерации. И мы делились опытом именно по Атосовскому движению, по местным инициативам и многим другим проектам, которые в городе реализуются и областью активно поддерживаются много лет. И журналист на пресс-подходе меня спрашивает. Лена Васильевна, а как вот вы относитесь к общественным инициативам? Я говорю, я отношусь очень позитивно. Очень позитивно. Я очень много общаюсь с жителями, в том числе участвую в проведении общественных советов и разных форумов там общения нахожу. Она говорит, а вот есть инициативы, такие вроде как глупые. Ну вот как метро. Ну вот как строительство метро. Я говорю, а что тут глупого? Мечтать, мне кажется, и не только мечтать, но и делать поступательные движения в этом направлении, наверное, было бы и правильно. Вот задача есть улучшить транспортную систему и рассматриваются абсолютно все варианты. Если ты не рассмотришь все варианты, возможно, ты упустишь гениальную какую-то идею. У нас есть телефонный звонок, давайте поговорим со слушателями. Алло, добрый день. Здравствуйте, меня зовут Константин. Да, Константин. У меня вопрос. Мы его уже задавали в письменном виде в администрацию города. Давайте немного времени повторить сюда. За педу университетом на улице Ленина. Есть заброшенный стадион, пустырь. Не облагороженная ситуация. Это рядом с Солнечным берегом. Солнечный берег – прекрасный микрорайон, но там нет условий для подростков. Нет спортивных сооружений, где им заниматься, проводить досуг. Мы хотели, чтобы эта площадь была оформлена, именно какая-то спортивная школа, стадион. Это можно рассуждать и говорить. Значит, было письменное обращение в администрацию на имя Ковалевой, как раз когда она только заступила на это дело. Предположение такое, что лично она это письмо не читала. Письмо было перенаправлено в исполнительную структуру, в администрацию города Кирова. И был получен ответ, что у нас, в принципе, все нормально, а данный участок относится к федеральной собственности. Да, мы вас поняли. Спасибо. По планированию. Тут два, значит, два, две части, я бы так, да, две части разделила, наверное. Нельзя, понимаете. Так, по очереди, сейчас успеем. Можно я немножечко, да, вот разделю на несколько частей. Первое. Я знаю, что у Валентина Николаевича есть что прокомментировать. Мы, потому что с вами в интервью буквально на днях обсуждали как раз эти земли, эти районные планы. Но и тут несколько частей. Доходит ли до вас, Елена Васильевна, обращение граждан, что касается территории развития территории, вот в частности, например, социальных объектов, таких как стадион? Действительно ли они на каком-то этапе могут идти, минуя вас, и спускаются в администрацию непосредственным исполнителям? Второй вопрос. Что с Солнечным берегом? Планируется ли там инфраструктура спортивная, в частности? Я-то помню, потому что, видимо, наш слушатель прошлый Урбан пропустил, где говорили о проектах и соцструктуре в наших микрорайонах. А насчет земель вы оба можете ответить. Это Елена Васильевна. В первую очередь, я хотел бы сказать, что ко всем обращениям граждан я отношусь чуть внимательно. Но, учитывая, что по компетенции мне нужно мнение администрации города, тех или иных управлений, департаментов, безусловно, перенаправляется либо им для ответа, либо для предложений, и уже за моей подписью готовится ответ. Но, как бы мы ни хотели, нужно к реальности подходить ответственно. Если это земли федерального значения, то на сегодняшний день это федерального значения земли. Но это не означает, что мы не можем двигаться по обращениям и передаче земель, как у нас, в принципе, и по самому Солнечному берегу происходило. То есть это были все, собственно, земли федерального уровня. Поэтому на тот момент действительно ситуация выглядела таким образом. Земли федеральные, там никаких, скажем, проработок не было. Поэтому что-то либо обещать гражданину было бы просто несерьезно, на мой взгляд. Вот поэтому отвечает непосредственно человек, который этим занимается. Можно я скажу про ответы? Я хочу сказать, что я точно не знаю, о каком земельном участке сейчас радиослушатель это говорит. Ну, чижи. Если это чижи, то, возможно, даже за корпусом бывшего педагогического института, сейчас один из корпусов Вязкого государственного университета, есть земельный участок, который федеральный, закреплен еще за университетом. Я хочу сказать, что неделю назад в Москву ушла бумага, в которой мы вместе обсуждали эту формулировку с Ларисой Анатольевной Копысовой, замглавой администрации города Кирова, по поводу заявки на финансирование работ по строительству стадиона на этом земельном участке. Поэтому сказать, что об этом никто не думает в руководстве города, сказать, что, ну, при том, эта заявка завизирована еще правительством Кировской области. И эти заявки формируются и формируются под единым брендом подготовка к 650-летию города Кирова. И хочу сказать дальше, в течение последних нескольких лет университет, будучи юридическим лицом, за которым закреплен этот участок, если мы о нем говорим, несколько раз подавал заявки своему учредителю Министерства образования и науки, также по поводу возможности финансирования строительства стадиона, открытого стадиона на этом земельном участке. Поэтому со всех сторон, с нашей стороны прорабатываются эти вопросы. Мы прекрасно понимаем, что в том районе города и для той части кампуса университета, такого распределенного строительства, такого стадиона, было крайне полезным и уместным. Поэтому консультации и общение и с областью, и с городом, и с университетом, как решить и найти средства на строительство такого стадиона, проходит. Поэтому мы этим вопросом занимаемся, и я надеюсь, что в ближайшее время что-нибудь да получится. — Немаловажное уточнение, для нужд сугубо вуза или все-таки доступ к жителям, ближе лежащего, в том числе солнечного берега. — Мы прекрасно понимаем, что если появится такой вкусный объект, как стадион, удобная площадка, инфраструктура для развития физкультуры и спорта, то мы в любом случае предусмотрим режим его использования, чтобы все местные жители в округе имели возможность доступа к этой инфраструктуре. Это непростая задача с точки зрения управления имуществом, чтобы не было претензий со стороны контролирующих надзорных органов. Но я думаю, что придумаем мы такой формат, и местные жители от этого только выиграют. Поэтому этот вопрос не забыт. — Смотрите, какая история. Сейчас очень хорошо мы продемонстрировали, как раньше выстраивалась схема. Граждане подают заявку, глава города ее рассматривает, к специалистам обращается. Профильный чиновник в администрации смотрит, что статус такой-то, написал отписку. Где-то параллельно идет другая работа, где ВУЗ сам инициирует, знает, разбирает на основании и собственных нужд, и социальных опросов, которые сейчас приводят, и может ориентироваться, что гражданам нужно. Для чего соцопросы нужны, которые ВУЗ сделал? Чтобы посмотреть, что нужно горожанам, где какие заявки, где чего не хватает, где мы можем, где не можем. Так вот, на Урбан-форуме и дальше за ним, и в течение вот этого года отстраивалась работа, где нет формального подхода и чисто бюрократических процедур. Потому что вот эта единая система действий, она требует, конечно, отладки. — То есть мы будем исходить от задач, а дальше уже будем смотреть внимательно, кто нам нужен для решения этой задачи, с кем нужно вступить, какие там и партнерские отношения. — Почему нужно прийти на форум, зайти на сайт Кировского урбанистического форума, прочитать все площадки, которые там есть, зарегистрироваться на них обязательно, потому что там будет открытая дискуссия. То есть специалисты высказались, дальше предложения, дальше вопросы. — Можно будет сказать свое мнение, можно будет задать вопросы. — Можно даже принести свой проект. — Да, конечно. — Первый урбанистический форум — это первая такая наметка, которая покажет нам, где мы сейчас, на каком уровне общения находимся, насколько мы способны совместно действовать и принимать решения для дальнейших совместных действий. Примем еще один телефонный звонок. Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Представьте себе у вас вопрос, времени очень немного. — Меня зовут Андрей, буду краток. В общем-то, вопрос общего характера, насколько уместен урбанистический форум по отношению к городу, где экономика падает настолько огромными темпами, что жить в нем становится все тяжелее и тяжелее. И мысли только одни — свалить отсюда как можно скорее. — Мы вас поняли. — Вот пример. Сегодня за ночь на 2 рубля подняли цены на дистокриво. — Да, мы вас поняли, спасибо. — 18 рублей за литр уже. Как дальше жить вообще я не представляю. — Мы вас поняли, спасибо большое. — Андрей, ясно. Две минуты остается, пожалуйста, комментируйте наши гости. — А вот я бы хотела еще раз подчеркнуть такую мысль. Вообще развитие городского пространства, я уже об этом говорила, это импульс для развития бизнеса. Поэтому это очень уместно и очень будет полезно и этот спектр вопросов обсудить именно с экономической точки зрения. — Вот для этого и развивается городская среда. Надо понять, что это вещи неразрывно связаны. — Это не только ландшафт. — Давайте Валентину Николаевичу дадим. — Одна минута, Валентин Николаевич. — Одна минута, хорошо. Ну, я согласен с Елена Васильевна по поводу того, что если правильно распланировать направление развития города, то вот это развитие будет приводить к улучшению экономической ситуации. Когда будут появляться, ну, на примере строительства, вот любой новый построенный дом, каждый квадратный метр, это за собой влечет целый спектр работ, услуг, ремонтные работы, строительные материалы, дизайнеры, электрики и всякие. Ну, то есть строительство на дома дает работу очень большому. То же самое строительство дорог, строительство новой инфраструктуры, строительство мостов, открытие новых объектов в социальной сфере. — Если они грамотно спроектированы и учтены все нужды города. — Безусловно. — Правда, чтобы социальные вопросы решить экономические. Мы сейчас вот что сделаем. У нас эфирное время заканчивается. — Первый час урбана. — Да, мы должны прерваться на новости и рекламу, но я прошу, значит, ВКонтакте мы оставляем трансляцию, и я прошу записать то, что мы будем говорить нашего звукорежиссера, потому что есть еще пара вопросов, которые нужно озвучить. Кто там хочет их услышать, переключайтесь на наш контакт, вы услышите. Вот пока нет новостников, мы продолжим разговор. Смотрите, какая история. Вот еще раз про то, как учитываются новости. — Давайте сейчас новости Ольге Болезиной, мы дадим время, она прочитает новости, а потом мы продолжим с нашими гостями еще буквально пять минут.